В минувшие выходные жители нашего города показали, что детская коляска может стать произведением искусства. Мероприятие под названием «Парад будущего» объединило около ста запорожских семей. Все они украсили коляски своих детей и даже составили целые композиции. Это настоящий семейный праздник, говорит его организатор Наталья Агаркова. Светлана и Рустам потратили целую неделю на сооружение коляски в китайском стиле для своей дочки. Это повозка Рикши. Это наша принцесса, а это непосредственно Рикша, который будет ее сегодня везти. Это принцесса Эльмира. Все костюмы подбирали, платье покупали, а это у нас все было. Все знаки вот эти мы сами все рисовали и дракона тоже сами рисовали. Родные маленькой Кати – большие поклонники музыки, поэтому и ее коляску выполнили в стиле диско и рок-н-ролла. Материалы, все из погреба. Все, что можно было достать, дедушку потрясли. Дяди, тети, все доставали, как говорится, со складов. Сын Егор видится родителям, сражим порядка. И коляска у него, соответственно, в стиле милиция. Потому что мы с женой работаем в милиции, поэтому и решили создать такую композицию. Подсолнухи, бабочки, сказочные персонажи и даже бэби-такси. Такими детские коляски ведет в будущем организаторы парада. Мне бы очень хотелось, что так, как сегодня наши выглядели участники парада, такое же было у нас будущее. Мы назвали наше мероприятие «Парад будущего Украины». Вот так хотелось бы, чтобы выглядело наше будущее. Такой парад в нашем городе проходил впервые, но желающих в нем поучаствовать оказалось достаточно много. По словам организаторов, это около ста запорожских семей. Мы считаем, что это не детский праздник, а все-таки семейный. В процессе подготовки, а это было больше месяца, мы общались с каждым из участников. Это не просто с папой или с мамой, это бабушки, дедушки. Все участники парада подошли к подготовке творчески. Многие не только нарядили своих детей, но и подготовили костюмы для себя. Родители с детьми прошли от площади Маяковского до фестивальной. Владельцы самых лучших колясок были награждены призами. Но самое главное, это все-таки позитивные эмоции от мероприятия, считают организаторы. Я думаю, что это скорее объединяющая идея и максимум положительной энергетики. Этот праздник стал украшением сегодня. Вы видели этих родителей, эти коляски, этот задор, эти улыбки. По словам Натальи Агаркова, идея парада колясок нашла отклик в запорожских семьях. Поэтому вполне возможно, что в будущем он станет традиционным. Продолжение следует...